Здравствуйте, дорогие друзья! Барев здесь Бареканнер. Вы знаете, сегодня у нас будет еще один очень талантливый и обаятельный молодой человек. Просто очень известный пианист. Я думаю, сегодняшняя встреча понравится очень многим нашим телезрителям. И самое главное, сегодня многие из вас для себя заново откроют этого очень талантливого музыканта. Но, чтобы долго не говорить, давайте с самого начала мы посмотрим сюжет, где рассказывается о нашем госте, а после этого мы продолжим. Прошу! С самого начала пошел в детскую музыкальную школу, пошел в специальную музыкальную школу, как ЦМШ Москвы, только в Киеве. Поступил потом в Московскую консерваторию по приглашению Веры Васильевны Горностаевой. И вот так вот завертелось все. Пошло-поехало. Повела мама, а потом я совершенно охотно сам занимался, без какого-либо давления извне. Играл гаммы, этюды. Все это меня увлекало, все это мне нравилось. И, не знаю, наверное, лет в 10 я только перешел к каким-то более-менее крупным формам. Увлекся какими-то другими жанрами значительно позже, когда мне было уже лет 20-21, где-то так. Просто я понял, что есть замечательная музыка и вне классической музыки. Вот и все. Не, не жаз был, но скорее мне больше нравится альтернативный рок. Я не знаю, почему это вызывает такое удивление. Рэддио-хэто многие классические музыканты любят, потому что это, ну, просто отличная музыка. Вот и все. Тут никакой нету особенной тайны, почему такая популярность. В настоящий момент я сам ассистирую Вере Васильевне. Вот она предложила пост ассистента. И теперь я, вот когда есть время, я тоже занимаюсь со студентами. Замечательные классы, мне всегда там было уютно и комфортно. И Вера Васильевна с самого начала очень душевно, что ли, ко мне отнеслась. И замечательно работали всегда, и надавала урокам вот столько, сколько нужно, она всегда работала. С моей точки зрения, самая интересная программа – это камерная музыка. Там будет и Найман, будет и лончельная соната Рагмайнова, будет трио, который специально написал мой знакомый Алексей Курбатов, как раз специально для концерта, и трио Брамса версии с альтом. Мне кажется, если мы будем обращать вот такое внимание на то, что сейчас коммерчески прибыльно, то можно просто заканчивать заниматься классической музыкой и, не знаю, играть на бирже, предположим. Но я очень люблю камерную музыку. Дорогие друзья, всемирно известный пианист Вадим Халатенко у нас сегодня в гостях. Вадим, добро пожаловать на АРМ-ТВ. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Хорошо, спасибо большое. Такой большой перелет. Достаточно часто, да, теперь приходится после конкурса в Техасе имени Вэна Флэберна, приходится летать вот туда-сюда. Кстати, этот конкурс для вас счастливый, я должен сказать. Вы в прошлом году стали, позапрошен даже, стали лауреатом, да, этого конкурса? Да, первую премию мне дали. И самое важное, это очень большое количество концертных ангажементов в течение трех лет после конкурса. Понятно. Я уже сказал нашим телезрителям, что очень известный пианист у нас в гостях, глава международных конкурсов. Но самое главное, просто очень обаятельный человек. Мы сейчас будем беседовать, вы в этом убедитесь. Вадим, давай начнем с такого вопроса. Когда, как все это началось? Вот путь в большую музыку. Ты когда была, помнишь? Помню, в шесть лет моя мама отвела меня в музыкальную школу. Сначала это была обычная детская музыкальная школа. И где это было? В городе Киеве. Киеве. Где я родился и где проучился до 18 лет в специальной уже музыкальной школе, так как аналог центральной музыкальной школы в Москве. И далее в 18 лет случилось ключевое событие в моей жизни. Я встретил своего будущего преподавателя, Веру Васильевну Горностаеву, которая была одним из членов жюри на конкурсах в Афинах. И она меня пригласила в свой класс. И в 18 лет я переехал в Москву, поступил в Московскую консерваторию. И проучился основные пять лет, и аспирантуру закончил. И после этого случился конкурс. Понятно. После этого уже концертная деятельность, и гастроли по разным странам. И несмотря на такой молодой возраст, ты вообще молодец. Очень много успел делать. Спасибо. Не тяжело? Тяжело именно логистика. Перелеты, переезды, новые отели, новые залы и так далее. Все это тяжело. А играть на сцене – это радость и счастье. И, собственно, то, ради чего учился. Понятно. А кто твои родители вообще? Они к музыке имеют отношения? А к музыке не имеют отношения. Мои родители занимаются радиотехникой. Ого. И вот все люди в семье, они как-то были связаны с наукой. Один ты пошел не в науку, а в музыку. Один я стал черный. Не жалко? Да нет. Замечательно. Хотя очень, может быть, не хватает каких-то вещей, которые знают мои родители. Но можно подтянуть, выучить. Понятно. Но самое главное, они очень рады, что ты пошел именно в сферу музыкальную и таких успехов набился. Я представляю, особенно мама. Она же была основным начинщиком всего. Мама, да, был такой основной деятель, который меня ввел в мои школьные годы в образовательном процессе. И, в общем-то, она тоже занималась... Она, в принципе, как любитель, она занималась музыкой в детстве. Она 6 лет поручилась в детской музыкальной школе. И, в общем-то, как-то все-таки была связана с музыкой. Но, в общем-то, профессиональную свою деятельность она посвятила науке. — Да. Вот у меня еще такой вопрос. Когда ты начинал путь большой музыки, бывали случаи, когда иногда думал, что все, конец, уже хватит заниматься, надо заниматься другим делом. Все же молодой человек, интересные были и другие, конечно, и были очень интересные вещи, куда можно было ходить. Компании всякие, друзья разные, да. Но музыка все же свое слово сказала. — Музыка победила, безусловно. А вы знаете, скорее, когда уже для меня было очевидно, что это моя профессиональная деятельность, это достаточно рано произошло, потому что вот в таких специальных музыкальных школах мы... Я имею в виду ученики таких школ, они уже играют на профессиональных сценах, они играют с оркестром в достаточно раннем возрасте. Первый раз я с оркестром сыграл, когда мне было 8 лет. 9 лет я уже на каком-то детском конкурсе участвовал. И были такие периоды, когда казалось, что не хватает каких-то знаний, не хватает умений, конечно же, чтобы перейти на качественно новый уровень восприятия музыки, осознания. И исключительно работа и многочасовой труд он как-то позволял переступить эту депрессивную часть нашей работы, потому что ощущение, что все заканчивается, и дальше уже нет никаких сил продолжать. Но вот как-то продолжалось переступать и дальше заниматься, дальше работать. Ну то, что ты прекрасно играешь, это уже не секрет. Просто я предлагаю нашим телезрителям сделать паузу музыкальную. Послушаем, как все же играет Вадим Холоденко. Как ты? Не выражаешь? С удовольствием. Давайте посмотрим. КОНЕЦ 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 Дорогие друзья, я напоминаю, что Вадим Холоденко у нас сегодня в гостях, и вы только-только послушали, посмотрели, как он на самом деле играет. А самое главное, вот очень своеобразный подход вообще к любому исполнению. Это что, с детских лет или это твой стиль? Сначала, конечно же, это было влияние моих учителей, моего профессора в Московской консерватории, учителей в школе. Давайте о них вспомним, кто они были. Первым преподавателем была Наталья Витальевна Гриднева. У нее я проучился с 7 лет до 14-15. Замечательный педагог, она отдала техническую базу и вот такие базовые знания обо многих композиторах. То есть она заложила фундамент. Далее, 3-4 года я позанимался с преподавателем, его зовут Борис Федоров. Борис Федоров замечательный человек, он учился в Московской консерватории, окончил и дальше переехал в Киев. И у него я взял отношение к музыкальной форме, к структуре музыкального произведения. Потому что у нас все-таки и форма, и содержание очень важны. Это вещи, которые всегда идут в параллели. А когда я попал к Вере Васильевне в Московскую консерваторию, это вот была шлифовка всего, что было до этого. И очень интересные встречи с разнообразными музыкантами здесь. Не только с пианистами, это были скрипачи, виолончелисты и замечательные концерты в Московской консерватории. И вот все это в сумме, конечно, дало такое продвижение, такой большой качественный скачок в моем образовании музыкальном. И все же, какой успех был такой первый, скажем, очень заметный для тебя? Вот ты когда почувствовал, что ты уже можешь себя считать состоящимся музыкантом? Я помню, это ощущение возникло после первого сольного концерта полностью моего. То есть до этого я играл 20 минут в концерте или одно отделение. А это именно два отделения по 45 минут, которые я сыграл в Киевской филармонии. Мне было лет 13. И было ощущение того, что что-то такое случилось важное. Потому что ведь наше искусство исполнителя, это прежде всего общение между исполнителем и публикой. И мне показалось, что такое общение произошло. Что публика поняла о том, что я хочу сказать. Что я получил некий ответ. Ведь это все где-то витает в воздухе. Это не вербальное какое-то общение. Это общение каких-то более тонких материй. И вот это вот чудо происходит достаточно редко. И оно не редко происходит на конкурсах или на каких-то таких официальных мероприятиях. Но вот пару раз в концертном сезоне происходит это ощущение того, что что-то очень важное в понимании музыки случилось. Потому что на каждом концерте происходит новое восприятие, новое прочтение музыки. Происходит это из-за того, что два раза невозможно одинаково сыграть. Невозможно испытывать одинаковые ощущения, одинаковые чувства. Да. И все же круг твоих любимых композиторов. Вот есть же композиторы, которые с самого начала были любимые. Которых ты с удовольствием, как говорится, представляешь. Вот произведение этих мероприятий. Кто вот эти композиторы? Я прекрасно помню, у моих родителей был проигрыватель пластинок. И это были балеты Чайковского. Балеты Чайковского, они как-то в раннем возрасте произвели на меня большое впечатление. Потому что это гениальная музыка. И балеты Прокофьева. Далее, конечно, это русская музыка. Это Рахманинов, это Мэттнер, это Глазунов, Стравинский. И западная. Бах, Шопен, Шуман. Мне на самом деле очень сложно сказать, что вот именно 3-4 фамилии, а не самые любимые. Потому что очень многое нравится. Очень ко многому хочется прикоснуться и сыграть. В настоящий момент, возможно, это более связано с музыкой 20 века. Это Хиндемид, или Стравинский, или Прокофьев. Понятно. А Рам Ильич есть среди них? Рам Качатуре. Конечно, идеальный, замечательный композитор. Мы же армяне, очень любим тоже всех тех композиторов, о которых ты говорил. Но для нас Рам Качатуре, конечно. Я помню, Вера Васильевна очень тепло отзывалась о Бабаджаняне. И я играл его цикл протипианных пьес на конкурсе в Брюсселе. Гениальная, замечательная музыка. Я просто обожаю ноктюрна Арна Бабаджаняна. Конечно. Приходилось играть? Слышал. Очень люблю эту музыку. Да. Кстати, Арнур Артенович в свое время говорил, что Рахманинов – это его самый любимый композитор. Согласен. Вот тоже вот ты среди всех этих композиторов назвал и фамилию Рахманинова. Это, конечно, не случайно. То есть, разные поколения все равно Рахманин. Да, и Рахманинов – это такая фигура огромного совершенно масштаба. Это и композитор, и пианист, и дирижер, и музыкальный деятель, и человек, который даже уехав, даже эмигрировав, он все равно очень трепетно относился к своей родине. С 18 лет ты, в общем, переехал в Москву, в консерваторию московскую, да, закончил все. А потом… Дальше переехал в Штаты. В Штаты. Вот уже сколько лет в Америке живешь? Два года. Два года. Но это немалый срок. Все же чувствуется разница, вот американская атмосфера музыки в России? Скажем, наверное, это отличие ощущается в подходе к деловой части концертирования. А публика замечательная, и там, и там… Скажем, в Америке я себя ощущаю немного, как на другой планете, на самом деле. Вот нигде этого не происходило, ни в Японии, например, ни в Китае, ни… У тебя более, ты побывал больше 20 странных различных. Ну, да, поездил, в принципе. Но вот именно в США что-то вот совсем другое. И это отношение между людьми, и отношение между теми, кто делает концерты, музыкантами, очень сильно отличается. Я не могу сказать в лучшую, либо в худшую сторону, но есть большая разница. Понятно. Ну, ладно, давай мы сделаем еще одну музыкальную паузу. Да, ну, сделаем музыкальную паузу, потому что все же нам интересно больше слушать, как играет. Давайте. Да, Вадим Холоденко. Послушаем? Ну, давайте. Прошу. Музыка. 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 Конечно, хорошо, что и в Америке у тебя дела пошли хорошо, и там тебя уютно. А вот в Армении приходилось побывать? На следующий же месяц после конкурса был приглашен Дереван, играл с оркестром, первый концерт Чехосовского в 2013 году. И поехал? Поехал, конечно. И вернулся. Замечательная страна, мне очень люди понравились. Понравились? Да. В Армении тогда ты первый раз. В первый. К сожалению, больше не приходилось, но, надеюсь... Ну, друзья остались там, наверное, появились новые друзья. И с кем ты сейчас дружишь вообще? Это и квартет... Комитация? Нет, это квартет Соны Азарян. А, да-да-да. Наверняка знаете. Почему? Я познакомился с дирижером Эдиком Топчаным. Да. Замечательный музыкант, и мы... Замечательный оркестр. Все было великолепно. Мы немножко поездили по стране. Я посмотрел вот эти великолепные храмы, история. И везде были замечательные люди. Ну, в общем, остались хорошие воспоминания. Очень хочется вернуться. Ну, ты, наверное, в курсе, что в Америке тоже очень много армян живут. Да. Я знаю. В каком городе? Я в Техасе. А, в Техасе. Да. Но приходилось быть в Лос-Анджелесе. Ну, в Лос-Анджелесе. Достаточно большая община. Американцы сами назвали этот город Лос-Армениус. Да, понятно. А какие творческие планы? На этот раз ты по какому поводу приехал в Москву? Это будет мой первый сольный дебют в Большом зале Московской консерватории. Интересно, что до этого с оркестром приходилось играть, а сольную программу никогда. Это первый сольный концерт. Первый сольный концерт именно в Большом зале Московской консерватории. А Большой зал – это самый лучший концертный зал в России. Это ни для кого не секрет. Это замечательное место историческое, где проходили многие премьеры. Многие музыканты замечательно приезжали, играли там. И вот мне улыбнулась как-то удача и наконец-то удалось. Ты знаешь, это прекрасно, что ты решил приехать сюда на первый сольный концерт. Ты понимаешь, что время сейчас не очень-то такое спокойное, что творится. Это прекрасно, что ты в политику не лезешь, не занимаешься этими вопросами. Но ситуация, которая сейчас на Украине, отношения между Россией и Украиной, это же вообще так больно. Я, как человек, который вырос в Советском Союзе, никогда не мог думать, что когда-нибудь будет такая ситуация между Россией и Украиной. Это вообще, ну я думаю, что и для тебя это больно. Для меня это очень больно, потому что, например, моя семья, которая жила в Киеве, она очень связана с Москвой. Моя бабушка, она ездила в Москву и работала там какое-то время, возвращалась домой. Для нее это очень больно, потому что для нее это одно пространство людей, которые очень близки. Я рос на Украине, образование получил в России, для меня тоже нету разницы между людьми. Я надеюсь на некий разум, на разумных людей, которые все-таки пытаются уладить. Я не представляю, как это возможно сделать, но надеюсь, как-то успокоиться. Потому что ничего, кроме стыда, эта ситуация не вызывает. Я представляю, особенно в Америке, как тебе неудобно, как-то не стыдно, что такое творится. Потому что, и не объяснишь, американцы совершенно по-другому смотрят на все. Для американцев это все русские люди. Для них нету, да. Они даже и нас армян говорят, русские. Я помню, когда первый раз был в Америке, это было так давно, что почти неправда, 78-й год, представляешь? И они говорят, вот русский. А мы были делегацией, четыре нас армянина было. Мы все русские, вот сейчас там же это. Но они ценят русскую музыку, вот это надо сказать. Особенно классику они очень ценят. Конечно. И литературу. Я когда сам работал в Америке, пару раз приходилось побывать на концертах, и я видел, как американцы ценят это, и как они ходят. Конечно. И сейчас, наверное, это. Очень хорошая заполняемость залов. Интересно, что все концерты там это частные инициативы. Государство не участвует как-либо в этом процессе, а люди находят частное спонсирование, и меценаты, они все оплачивают, и зал, и гонорары, и рекламу. И как-то все это очень хорошо выходит, очень складно получается. Вот концертная жизнь, она там очень интересная. Как в России, я думаю, и в Америке очень популярна классическая музыка, и многие семьи тоже своих детей с удовольствием отправляют именно школой с таким уклоном. В Штатах таких школ меньше, на самом деле. Меньше. А там система, что если ребенок с детства хочет заниматься искусством, любым это может быть живопись, или музыка, или балет, нанимаются частные преподаватели. То есть вот таких систем специализированных музыкальных школ, они есть в отдельных Штатах, а вот целенаправленной такой работы, к сожалению, нет. К сожалению, потому что мне иногда приходится давать мастер-классы, и приходят уже взрослые ребята лет по 20-25, и видно, что такой профессиональной базы в силу различных обстоятельств, но прежде всего в силу отсутствия такой музыкальной подготовки, у них нету, к сожалению. Конечно, там есть замечательные музыканты, но у них это происходит немножко позже. Понятно. Как у нас? У нас же с очень раного возраста. Да. У них это тоже ценится, но немножко другая система. Понятно. Ты знаешь, еще одну музыкальную паузу мы сделаем, потому что не каждый день ты бываешь в Москве, и надо воспользоваться. Спасибо большое. Ты знаешь, да, что ты на первом российско-армянском телеканале. Первый российско-армянский телеканал. Единственный в мире русскоязычный. Кстати, в Америке можно тоже спокойно смотреть, набираешь по интернету armtv.org и 24 часа онлайн смотришь. Так что твою программу можешь у нас на сайте смотреть, когда у тебя будет время. Я как раз смотрел передачу с Алексеем Курбатовым. А, смотрели? Да, да, да. Он сидел вот на твоем месте, видишь? Как тесен мир. Ну, я думаю, поэтому ты с удовольствием принял наше приглашение. Спасибо тебе, конечно. Спасибо вам. Сейчас смотрим еще один сюжет для наших телезрителей, что мы подготовим. А потом вернемся. Прошу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дорогие друзья, Вадим Холоденко у нас сегодня в гостях, всемирно известный пианист, очень талантливый, вы в этом, конечно, убедились. Вадим, ты знаешь, на нашей программе, которая называется «Быть или не быть», все гости, как один, отвечают на наш традиционный вопрос. Это великая формула великого Шекспира. «Быть или не быть», вот как бы ты это ответил на этот вопрос? Ну, конечно, «быть». Почему? Ведь классическая музыка, ну и в принципе музыка, она все-таки дает на это ответ, что «быть». У Бетховена есть последний квартет струны, номер 16, и финал этого квартета, в нем есть такой музыкальный эпиграф, отдельно выписана строка и ноты, музыкальная тема и под ней слова. «Да будет так, да будет так». Так что я все-таки склоняюсь к тому, что «быть» и что бы ни было, в моей жизни, хоть я прожил не так много, но вот были такие периоды, когда вот вставил этот вопрос «быть или не быть» и все-таки верный ответ «быть». Даже сам Бетховен, он в силу жизненных обстоятельств написал свое знаменитое завещание, когда был достаточно молодым. И все-таки решил, что «быть». Так что будем следовать. Конечно. Но раз Бетховен, то мы должны идти тоже по этим, по его же словам, да, так сказать? Вадим, спасибо, что пришел. Ты знаешь, было очень легко, приятно с тобой общаться. Мы получили огромное удовольствие, особенно от исполнения. Ты очень своеобразный, конечно, музыкант, несмотря на молодой возраст. Ты просто молодец. Дорогие друзья, я думаю, вы убедились, какой талантливый, удивительно одаренный пианист был у нас сегодня в гостях. И я думаю, что в следующий раз, когда Вадим будет в Москве, он обязательно придет на нашу программу. Мы будем вспоминать, как первый раз мы с ним встретились на РТВ, говорили о разных вещах, но самое главное – о музыке, которую, конечно, он так достойно представляет. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня все, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова